Добрый вечер, в эфире бизнес-новости. Обзор событий в сфере финансов в ближайшие минуты. До конца 2014 года все многодетные семьи региона будут обеспечены земельными участками. Сейчас муниципалитеты на выделенные из областного бюджета субсидии заканчивают межевание территорий. Те районы, где свободных участков на всех не хватит, обязаны сообщить об этой проблеме в Министерство имущественных отношений. Тогда семья получит свои сотки в ближайших муниципальных образованиях. Если земельный надел не устроит, от него можно отказаться. И списка при этом семью не вычеркнут. Изменится только место в очереди. У нас сейчас очень волнуются многодетные семьи из Самары, потому что Самара, при том, что говорит о том, что земель нет, акт этот не издает. Мы, предвидя эту ситуацию, изначально договорились с Волжским районом и с Красноярским районом, что они, формируя у себя земельные участки, рассчитывают на то, что всю Самарскую очередь они тоже должны у себя сформировать. И у нас Волжский район получил больше денег и сформировал сейчас больше участков, чем у них потребность. О других событиях в сфере финансов в нашей рубрике «Новости» короткой строкой. 56 миллионов из областного бюджета в этом году направят на строительство в Тольятти поликлиник модульного типа. Потребность в таких блоках возникла из-за нехватки врачебных кабинетов в ряде микрорайонов Автограда. Новые больницы появятся в Комсомольском, Центральном районах, а также в порт-поселке. В этом году в Самаре планируют ввести в эксплуатацию без малого 1 миллион квадратных метров жилья, что почти на 100 тысяч больше, чем в 2013-м. Для сравнения, еще два года назад этот показатель составлял 747 тысяч квадратных метров. Тольяттинская «Шевенива» претендует на звание лучшего внедорожника страны. Машина в числе 32 конкурентов представлена в 14-м ежегодном национальном конкурсе «Автомобиль года» в России. Голосование стартовало 1 января. Принять в нем участие может каждый желающий. Итоги конкурса огласят 24 апреля. А теперь известия с фондовых площадок. На российском рынке игроки пока не решаются предпринимать попыток роста из-за целого ряда негативных факторов. Еще в выходные вышли отрицательные данные по китайской экономике. Индекс деловой активности в производственном секторе страны упал в прошлом месяце до отметки 50,5 пункта, что хуже прогнозов аналитиков. При этом индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России снизился за аналогичный период до уровня 48 пунктов, что является минимальным значением за 55 месяцев. Снижение в промышленных секторах страны отмечено и в сфере закупочной активности, и в объемах новых заказов, и в экспорте, и в рабочей занятости. Нефтяные котировки уже не радуют своими стабильно высокими ценами. Ситуация с рублем продолжает оставаться в центре внимания. В данный момент формирующаяся картина с точки зрения техники располагает к некоторой коррекции и укреплению рубля против бивалютной корзины. От конкретных прогнозов на краткосрочную перспективу аналитики воздерживаются. В прошлой неделе на российском рынке завершилось на пограничных уровнях. Долларовый РТС закрылся около поддержки 1290-1300 пунктов, которая выступает последним более-менее важным рубежом, отделяющим нас от движения в сторону главных уровней последних лет. Ну а на ММВБ котировки все-таки пытаются удержаться выше зоны 1440-1450 пунктов. Именно эта область в данный момент разделяет два полярных сценария развития событий на рынке. В то же время на рынке нефти ситуация остается стабильной. Текущий боковик продолжается практически с самого начала января. И пока все попытки пробить его верхнюю или нижнюю границу заканчивались ничем. Ближайшим уровнем поддержки выступает зона 105-106 долларов за баррель. Именно этот рубеж до сих пор сдерживал котировки от ускорения распродаж в район круглой отметки 100 долларов. Сегодня мы снова прицеливаемся в первую очередь именно на эту отметку. Говоря о ключевом уровне сопротивления, отметим район 109-110 долларов. И в заключении курсы валют, установленные Центральным банком России, на завтра доллар 35 рублей 23 копейки, евро 47 рублей 54 копейки. На этом у меня все. Встретимся на телеканале Губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова